Как делишки, ребятишки, с вами Слова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее прохождение новой и крутой карты, где сегодня мы будем разгадывать топ 10 самых страшных тайных секретов в Майнкрафте. Что это и что мы вообще будем делать, вы узнаете чуть позже, но перед этим, ребята, не забываем ставить лайки. Я даю вам свое слово, то что как только мы наберем 2500 лайков, сразу же выходит новая серия, ребята. Чем быстрее мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Все, что нам нужно, это просто собраться дружной компанией, каждый из нас поставит лайк и даже за пару часов выйдет новая серия. Поэтому, ребята, не ленитесь. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что я прошу, это чтобы вы на меня потратили всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку, но за это, ребята, я вам скажу большое спасибо и выпущу новую серию как можно быстрее. Мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать. Чем заключается суть карты? Если кто-то помнит, то мы уже проходили много карт, которые называются «Как хорошо ты знаешь Майнкрафт». Это то же самое, только намного сложнее. То есть, тут у вас такие тайны, такие секреты Майнкрафта, о которых вообще, мне кажется, никто никогда не знал. Только, наверное, сам создатель Майнкрафта знал то, что они существуют. Если вы это знали, ребята, вы прям нереальные молодцы, потому что, честно, я не знал до тех пор, пока не прошел эту карту. Это, ребята, офигеть как круто. Мне кажется, то, что это действительно очень сложно. Но все же, ребята, в этой серии мы постараемся пройти, пройти хотя бы первые пять уровней, если у нас, конечно, получится. В следующей серии мы пройдем еще пять уровней. Посмотрим, ребята. Первый уровень, что нам нужно? Нам нужно скрафтить один хлеб. То есть, это у нас стены. Мы отсюда не можем выйти. Это нам предоставляют ресурсы, с помощью которых мы сможем скрафтить один хлеб. То есть, вы видите то, что воды у нас тут нету, пшеницы у нас тут нету, у нас тут ничего нету. И с этого всего нам нужно найти какой-то выход, чтобы с этого всего нам скрафтить хлеб. То есть, это уже, ребята, какая-то, не знаю, наркомания, потому что не так-то это просто с губки там взять воду. Но, ребята, вы все увидите, что мы будем делать. Что нам нужно? В каждом уровне ты должен выполнить определенную цель. То есть, как ты выполнишь один уровень, тебя сразу же перенесет в следующий. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому, ребята, а вот это что такое? Если мы вот это выкинем на землю, то мы, значит, рестартнем уровень. Если мы вот это выкинем на землю синенькую, то, значит, нам дадут подсказочку, что нам делать. Вот тут у нас, ребята, есть семена пшеницы. Семена пшеницы у нас есть и, в принципе, 19 штучек нам как хватит. Поэтому, что нам нужно сделать, ребята? Я уже знаю, что нам нужно сделать, потому что я, честно, я бы никогда не догадался. Никогда в жизни я бы не догадался, как нам в этом уровне скрафтить хлеб. Ребята, вот прямо сейчас, если вы уже что-то поняли, пишите в комментарии Пишите, как вы поняли, что нам нужно сделать и как нам это нужно сделать Потому что это действительно очень сложно Но все же, ребята, как нам скрафтить хлеб уже? В первую очередь нам нужно скрафтить верстак Делается это в принципе очень сложно, ребят Это не знаю, это только создатель Майнкрафта знает, как крафтится верстак Но что, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно сделать сейчас палочки Делаем палочки и также делаем мотыгу Это нам действительно пригодится Сейчас нам, помимо мотыги, ещё, конечно же, нужно кирка Без кирки вы вообще ничего не сможете сделать, поэтому, ребята, кирка нам 100% нужна Что нам нужно ещё сделать? Нам, в первую очередь, сейчас нужна печка, потому что без печки вы не сможете ничего скрафтить Вы вообще не сможете добыть воду, потому что сегодня с помощью печки мы будем добывать воду Да, ребят Нам нужно также найти железо, которое спрятано где-то вот тут на карте И нам действительно нужно его, потому что оно будет ключевым элементом в прохождении вот этого уровня Нам также нужно, да, в принципе, нам тогда ещё два камушка нужно Нам ещё также нужна каменная кирка, это понятное дело И вот у нас, ребята, тут спрятанное железо, как вы видите И под этим уже находится бедрок, то есть дальше вы не сможете ничего сделать То есть, тут, видите, тоже есть такие небольшие тайны, которые спрятаны где-то на самом дне вот этой карты Поэтому, ребята, также нужно быть очень внимательными Что нам нужно дальше делать? Нам нужно добыть мокрую губку Да, ребята, сейчас мы делаем верстачок Точнее, не верстачок, а с помощью верстачка мы делаем печку Замечательно! Что нам нужно дальше, ребята? Мы, как вы видите, уже добыли железо Сейчас мы крафтим ведро И смотрите, что нам нужно, ребята Как мы сможем скрафтить вообще хлеб? В первую очередь нам нужна вода Ребята, мы будем высушивать губку Но, давайте я вам, знаете, что покажу? Давайте я вам вот что ещё покажу Если мы обычным путём поставим губку в печку Смотрите, что из неё произойдёт То есть, это мокрая губка, и мы её поставили в печку Давай, 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 не нужно, не нужно терять свою энергию Я понимаю, что с помощью палочек это не так-то просто Всё зажарить Но, допустим То есть, как вы видите, ребята, мы высушили губку У нас получилась обычная губка Что нам нужно? Мы опять ставим губку Мы опять её, ребята, ставим И Что у нас сейчас получится? Мы меняем на ведро И Плюс тому, что у нас получилась высушенная губка Мы с неё ещё извлекли воду Я, честно, не знал Я не знал, ребята, то, что это можно сделать Если вы знали, я не знаю то, что вам сказать Вы нереальные молодцы Если вы знали то, что это всё работает Потому что, честно скажу, я не знал Я не знал то, что с губки можно Я знал, что с губку можно высушить Но я не знал то, что с неё можно извлекти воду Это офигеть как круто, ребята Сейчас мы будем добывать пшеницу Которая нам нужна для того, чтобы, естественно, скрафтить хлебушек Вот мы добыли Сейчас, ребята, крафтим хлебушек Опа-опа-опа И Мы Выиграли, как вы видите Нас переместило в второй уровень Круто, ребята Сейчас мы будем продолжать Второй уровень Что нам нужно сделать? Во втором уровне нам нужно скрафтить Тарелку супа То есть тарелку кроличьего рагу Кто знает, как оно крафтится? Как крафтится этот суп? Во-первых, нам нужна обычная тарелка Во-вторых, нам нужно мясо кролика Нужна зажаренная картошка Нужны грибы И нужна морковка В этом всём В этой комнате у нас есть все необходимые предметы Ну как есть? Нам нужно догадаться, где они есть Что с ними делать И вообще, как их добыть Поэтому, ребята, сейчас мы будем это всё опять делать В первую очередь добываем дерево Это самый первый пункт выживания в Майнкрафте Да и вообще для нуба Для про Первый пункт Первая задача Это, как обычно, добыть дерево И, в принципе, скрафтить верстак Потому что без верстака вы никто Ставим верстак Замечательно Что нам сейчас нужно? Давайте, как обычно, скрафтим кирку Замечательно Скрафтили кирку И давайте мы добудем Ну, что добыть? Давайте просто добудем три Хотя нет, знаете что? Давайте сначала добудем на печку А потом добудем на каменную кирку Если она нам, конечно, пригодится А хотя, знаете что? Давайте я вот это всё снесу Потому что на этой карте вообще В любом уровне могут скрываться какие-то тайны Какие-то подсказки Да и вообще необычные находки Как в предыдущем уровне У нас на самом дне карте Было четыре железных блока Также и тут может что-то быть Что поможет нам пройти вот этот уровень И, как видите, тут действительно у нас что-то есть Потому что под этими всеми блоками Я нашёл спаунер зомби Давайте логически будем рассуждать У нас есть коровушка Нам нужно достать железо Чтобы состричь с неё грибы У нас есть кролик То есть мясо кролика уже можно сделать Также у нас есть тарелочки Допустим, вот так Как вы видите Мы можем надоить коровочку Вот так Только надоить не молочком А грибным супчиком Но нам это всё не нужно Потому что нам нужно Сделать кроличий суп Не грибной, а кроличий Поэтому, ребята, что нам сейчас нужно? Может у нас тут где-то ещё будет что-то спрятано А! То есть у нас сундук перед глазами Я вот это сразу же не заметил У нас тут стоит лутинг С Дабы вы просто поняли, о чём идёт речь Вы понимаете, что с этого лутинга У нас с одного кролика выпало два мяса И там куча всякой вот этой кожи Которая нам почему-то не выдалась Но всё же, ребята Нам сейчас нужно сделать печку Для того, чтобы пережарить мясо кролика Вот сюда Ставим Да, только одно нам нужно И ставим на пережарку Замечательно Дальше Что нам нужно сделать? Как нам вообще Продвигаться дальше? И что нам действительно нужно дальше сделать Для того, чтобы пройти этот уровень? В первую очередь Давайте мы сделаем Вот эту кирку Чтобы, ну, просто-напросто было быстрее И добудем вот этот Весь камень Потому что он нам, в принципе Ну, в какой-то степени даже пригодится Что мы будем делать с этим камнем? То есть, как вы видите Зомби у нас не спаунятся А, и сейчас у нас середина дня И, в принципе, мне кажется Оно вряд ли когда-то поменяется Потому что тут день Круглые сутки Но, для того, чтобы мобы спаунились Нам, как обычно Нужно создать темноту В принципе, это все знают Поэтому, ребята Кто догадался Большущий молодец Ну что, ребята Давайте мы построим Вот такую небольшую темноту И плюс тому Давайте поговорим Пока я вот это всё буду строить Зачем нам нужен зомби? Зачем нам нужен вот этот меч Который обладает прям Нереальным Нереальным лутингом Цепи А затем то, что зомби Могут выпадать Так же, как и Картошечка Так же, как и морковка Так же, как и железо А железо нам тоже нужно Нужно В этой карте Чтобы пройти вот этот уровень Для того, чтобы состричь коробочку Поэтому, ребята Сейчас мы будем ждать Пока у нас тут заспавнятся Зомби И вот они уже заспались Ребята То есть, как вы видите Я вас не обманываю Вот они уже Вот они уже Там По-я-ве-лись И нам нужно их именно убивать С помощью Вот этого меча И давайте посмотрим Что нам выпало Как видите Нам уже выпало Две морковочки То есть Первый пункт у нас уже выполнен Сейчас нам нужно Три Ааа Нет, нам нужно Два железа И так же Картошечка Да, ребята Нам нужно два железа И так же Картошечка Давайте посмотрим Что нам выпадет С этого раза У нас есть два железа, последний пункт Это нам нужна картошечка Заспанте, пожалуйста Во, слышу, слышу я вас, слышу я вас То, что там уже кто-то даже мелкий заспанился Даже мелкий заспанился Нет, морковочка нам больше не нужна Морковочка нам больше не нужна Вот, картошечка выпала Ну все, в принципе, больше нам тут никто не нужен Что нам нужно делать, ребята, сейчас? Нам нужно пережарить нашу картошечку Подождем, пока это все пережарится Дальше, пока она жарится, нам нужно Скрафтить ножницы, крафтим ножницы Состригаем коробочку Если вы не знали, то когда вы Пострижете коробочку, то нет У нее волосы не станут короче А она просто превратится В обычную коробку, кто не знал Также, ребят, сейчас забираем Картошечку и сейчас мы будем Крафтить, я надеюсь, что я смогу Это все закрафтить А сейчас мы, ребята, будем крафтить сам супчик Крафтится он вот так И мы прошли второй уровень и сейчас У нас на подходе третий уровень В чем он заключается? Третий уровень Где нам нужно добыть 10 грязи Нам нужно в этом уровне добыть 10 грязи Но, знаете что, ребята Давайте я включу сразу же Подсказку, чтобы вы поняли В чем суть этой карты И что она вообще себе представляет Ну, знаете что, вот, тут еще есть одна грязь Замечательно, знаете что Давайте я сразу же выкину, потому что Я, в принципе, знаю, что тут делать, но давайте я вам покажу Мы выкидываем подсказочку и что нам пишет в чат В этой карте Вокруг нас находится только 2 2 блока грязи Больше нету ничего Нигде нету никакого блока грязи Который может где-то прятаться Поэтому, ребята, что нам нужно? Если на этой карте у нас есть только 2 блока грязи И больше мы не можем нигде его найти То есть, вот тут нету нигде спрятанных Ни под шерстью вообще нигде нету Как нам пройти дальше и что нам вообще нужно сделать? Как вы знаете, грязь мы крафтить не можем Поэтому, ребята, в какой-то степени мы не можем крафтить грязь Но сейчас мы, ребята, все, все сделаем В первую очередь, как обычно, скрафтим верстачок Ставим его вот сюда И давайте, наверное, все-таки сделаем Я не знаю, что нам нужно В принципе, кирка, как обычно, нам пригодится Давайте делаем кирку И также давайте делаем мотыгу Потому что мотыга нам пригодится в этой серии Да, точнее, в прохождении вот этого уровня Сейчас нам, ребята, нужно добыть гравий Гравий, гравий, гравий Как бы это странно ни звучало Он нам пригодится для того, чтобы выполнить этот уровень, ребята Кто не знал, как вот это все делается Кто не знал, что с помощью гравия То, что гравий нам поможет пройти этот уровень, ребята Я, если честно, тоже не знал Но в чем заключается суть этого уровня? То, что с помощью гравия мы можем крафтить землю Да Только это какая-то загрязненная земля Которая перемешанная землей и гравием Но мы можем ее очистить То есть, ребята, давайте я вам вот это все покажу Как нам нужно сделать В первую очередь Нет, не корс А вот сейчас так и вот так Давайте, ребята Так мы очищаем землю То есть, как вы видите, она действительно очищается, ребята С помощью мотыги мы можем очистить вот эту землю, которая перемешанная с гравием В обычную землю И сейчас у нас уже не два блока земли на вот этом уровне А уже четыре Офигеть Сейчас, ребята, мы будем так же продолжать Тут у нас четыре, пять, шесть, семь, восемь Сейчас мы вот это все скопаем, чтобы добы очистить И добудем вот эти восемь блоков земли обратно И последний шаг Это нам нужно сделать Еще несколько блоков земли Вот так Очищаем Добываем И сколько у нас уже там есть? У нас уже есть восемь Девять Десять И мы выполнили третий уровень Офигеть, ребята Ну ладно, не будем тянуть Потому что сейчас у нас уже есть четвертый уровень В чем заключается его суть? Нам нужно Давайте поднимемся на вот этот этаж Нам нужно высушить вот этот котел, который тут находится То есть Высушить, можно сказать Забрать с него воду, да Чтобы он просто-напросто остался пустым Какая цель и какие правила? Мы не можем ломать котел То есть нам нужно его высушить любым способом Но только не ломать Да, ребята У нас тут есть бронька У нас тут есть опять меч на лутинг С Вы уже знаете, что это такое Там просто лутинг офигеть какой Что нам нужно делать? В первую очередь нам нужно убить немного скелетов Чтобы получить кости Давай скелетики Скелетики, давайте заспавнитесь Нам нужно вот это все выключить Выключить свет, который у нас тут есть Мы вроде выключили, да Но они что-то стесняются спавниться Поэтому давайте, ребята, спустимся вот сюда Что у нас тут есть? Вот, там уже кто-то заспавился Ух ты, твою мать Да ты пугаешь Знаешь, ты напугать Смотрите, что выпало с одного С одного скелета 27 стрел 62 косточки И так же Один лук В принципе, замечательно Больше вы нам не пригодитесь Что нам нужно сделать сейчас? Нам нужно, ребята, добыть Нити Да, нити нам действительно пригодятся И нужно их добыть как можно больше Как можно, как можно, как можно Больше Потому что это ключевой элемент Прохождения вот этого уровня Да, ребята, кто бы мог подумать Аааа Давайте Вот так А, замечательно, мы просто убили одного паучка, больше нам не нужно никаких нитей, потому что у нас уже есть стак с половиной, да Что нам нужно делать дальше? Также нам нужна древесина, точнее досочки, которые прячутся у нас вот тут Много досочек, если честно, нам не нужно, поэтому, в принципе, два кусочка, или давайте вот эти три добудем И больше нам, если честно, даже не пригодится Замечательно Вот, два, один, вот, еще один застрял вот тут И мы поднимаемся, ребята, на первый этаж Что нам нужно делать? Что нам нужно делать? Версточки у нас уже есть тут, поэтому замечательно Нам нужны палочки, ребята Нам нужны палочки, и также с помощью вот этих ниток нам нужно сделать шерсть Замечательно Делаем еще больше шерсти, вот так Сейчас нам нужно, ребята, сделать баннер Это обычный баннер Мы его можем... О, давайте, знаете, что еще сделаем? Давайте мы еще сделаем... Я надеюсь, что мы сможем сделать, да? Давайте тогда ещё спустимся и добудем вот эту древесину тоже, потому что, как оказалось, это нам тоже будет полезно. Вот, я уже практически добыл, всё поднял, и вот тут ещё поднял. Четыре кусочка, замечательно, ребята, мы поднимаемся на первый этаж. И сейчас нам нужно скрафтить ещё одну кирку. Мне кажется, я бы даже без кирки прошёл этот уровень, но всё же, ребята, зачем нам нужна кирка? Затем, чтобы мы сломали вот эту, вот эту машину зелеварения. Мы её можем ломать, то есть в правилах было только не ломать котёл. Поэтому, ребята, вот допустим, мы скрафтили баннер, да? Ну, ничего не делает обычный баннер. Но, зачем же нам нужен был скелет? Затем то, что мы можем превратить его косточки в костную муку, и смотрите, что мы можем делать с помощью баннера команд. То есть, мы можем его модернизировать. Сейчас у нас баннер команд, и какой-то белый бордюр, белый бордюр, нафиг у нас будет, картинка на вот этом баннере команд. И сейчас мы его поднимаем и ставим в котёл. Как видите, ребята, с помощью баннера, с какой-то картинкой мы можем высушивать котёл. Я не знаю, я не знаю, кто это знал. Я, я, честно, я вам признаюсь, ребята, я не знал. Я не знал и никогда не мог знать то, что с помощью какого-то модернизированного баннера, то есть, если вы нанесли туда какое-то, какое-то изображение, если вы поставите его в котёл, значит, он отстирается. Потому что, давайте ещё раз посмотрим. Это обычный баннер, точнее, это не обычный, белый бордюр у нас тут есть всякая картинка, да? То есть, рисунок на вот этом баннере, если мы поставим баннер в середину, значит, мы его отмоем и он превратится в обычный белый баннер. Я, если честно, не знал. Сейчас нам, ребята, сейчас у нас есть пятый уровень, но знаете что, давайте мы закончим на этой части и продолжим в следующей. Потому что, ребята, тут у нас ещё будет несколько уровней, я не знаю, сколько, приблизительно, если, я не знаю, вот честно, я не знаю, сколько тут уровней. То ли 8, то ли 10, где-то я читал то, что 8, кто-то писал то, что 10, посмотрим, ребята. Но на этом мы будем заканчивать вот эту серию, я надеюсь, что она вам очень сильно понравилась, я действительно старался, ребята. Если вы хотите видеть новую часть как можно быстрее, или вы просто хотите видеть новое видео как можно быстрее, и всё, что вам нужно, это поставить лайк. Чем быстрее мы набьём 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, ребята. Если мы все дружно соберёмся, каждый из нас поставит лайк, то новая серия может выйти даже сегодня, через несколько часов. Поэтому, ребята, задумайтесь, за это я вам скажу большое спасибо. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, не стесняйтесь, подписывайтесь, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью, все, что вам нужно, это потратить на меня 2 секунды. Одну секунду на то, чтобы поставить лайк на это видео, и одну секунду, чтобы нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка», и просто подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. За это, ребята, я вам скажу большое спасибо, выпущу новую серию, и также скажу вам большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Многие перематывают, многие выключают, если вы еще тут находитесь, значит вы нереальные молодцы. Да, ребята, я жду вас на просмотре новых видео, когда они будут выходить, приходите смотреть, не стесняйтесь, я всегда буду рад вас там видеть. Я еще раз скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.